Евангелие Я продолжаю тему о помазании, буду говорить о нашем сердце и хочу сегодня связать эту тему помазания со смирением, как это связано, друзья. Я хочу сегодня, чтобы мы поняли одну вещь. Есть много лозунгов, есть много лозунгов во многих церквях, да и у нас тоже, во многих странах есть много лозунгов. Но вы знаете, Бог сердцеведец. Когда к Самуилу начали подводить братьев Давида, Самуил посмотрел на одного, который был рослый, красивый, он говорит, вот этого, наверное, избрал Бог. Бог говорит, нет, я не смотрю, как человеки. Человек смотрит на лицо, а я смотрю, куда? Это очень важно, то, что я буду сейчас говорить. Я хочу вам сказать, я в глубоком сокрушении эти дни перед Богом, в глубочайшем, в глубокой духовной нужде по Богу и даже душевной тоже. Бог сокрушает мое сердце, мою душу, сокрушает какие-то твердыни в моей жизни. И я верю, что Он будет это делать в ваших жизнях, потому что этого требует Дух Господень. Для того, чтобы было возрастание, нужно пройти облом, перелом. Вы не можете жить на чужом помазании. Я сказал в прошлый раз, что у нас есть недостаток ученичества в теле Христова или неправильное понимание ученичества. Друзья, у нас есть один Господь, Иисус Христос. Человек Иисус Христос, который является посредником между Богом и человеками. Ему мы должны поклоняться и Ему служить, потому что Его Бог избрал и поставил главою церкви, женихом, царем, Господом. Этот Иисус или еще Он помазанник, Машиах. И от Него исходит помазание. Но есть путь к помазанию. И есть путь к тому, чтобы это помазание возрастало, друзья. Бог ищет сокрушенные и смиренные сердца. Бог ищет людей, которые смирятся перед Ним, потому что за смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь. Друзья, Бог не ищет людей, которые могут изгонять бесов, исцелять больных, потому что Бог говорит, я это делаю через вас. Бог не ищет людей, которые будут двигаться в дарах Святого Духа, хотя настолько важно двигаться в дарах Святого Духа. И это происходит по нашей вере и по мере благодати, которую мы можем принять от Господа. Но Бог ищет людей, у которых плод пребудет вовеки. Они будут приносить плод во время свое, и лист их не будет вязать. Для этого нужно прибыть в смирение. А чтобы прибыть в смирение, нужно быть послушным Господу, друзья. Пребывать в Слове Божьем и понимать, что Бог говорит, что послушание более, нежели жертва. Друзья, сегодня есть недостаток смирения в теле Христова. Сегодня есть недостаток послушания в теле Христовом. Тело Христово, знаете, как лебедь, щука и рак, что хочу, то и делают. Вначале не было так. Вначале не было так, друзья. Смотрите, что написано в 66 главе Исаии, первом стихе. Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножье ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это содеяла рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом «моим». Послушайте, это серьезные слова. Он говорит, вот эти все приношения валов, и все это, это все нормально, хорошо. Но на кого я презрю? Есть проблема. Мы жаждем помазания. Некоторые из нас уже не жаждут помазания, потому что пришло время на Израиле, на всю планету Земля, на всю церковь. Пришло время, когда есть пять мудрых и пять неразумных дев. Некоторые девы, они уже не жаждут этого помазания. Они просто в глубоком вот этом разочаровании, в депрессии, им ничего не нужно. Они просто проживают свое время. Так не должно быть, потому что вначале не было так. Мы должны жаждать помазания Святого Духа. И когда мы начинаем жаждать помазания Святого Духа, потому что лишь там есть ответ на все. Потому что помазание разрушает всякое ермо. Потому что помазание – это ключ к процветающей, успешной жизни. Помазание – это ключ к свидетельству Иисуса Христа на этой земле. Но есть путь, чтобы получить это помазание и жить в нем, и ходить в нем. Помазание – это успех, который дает Бог. Вы со мной. Помазание – это не просто я чувствую, я чувствую что-то. Нет. Помазание – это намного серьезнее. Это когда невозможное становится возможным. Это когда невозможное человеком возможно тебе, потому что ты живешь в помазании Святого Духа. Бог сегодня ищет сокрушенные сердца. Такое сердце было у Елисея. Мы продолжаем говорить об этом. Елисей был сокрушенным, сокрушенным, смиренным человеком. Он почитал Илью. И поэтому Бог мог дать ему двойное помазание. Церковь, которая не почитает Иисуса Христа, она не может ходить в помазание. Люди, которые не почитают Иисуса, они не могут ходить в помазание. И почитать Иисуса – это не просто говорить «Иисус Господь». Потому что многие в то время будут говорить «Господь» и всякое такое. Но я скажу «Я не знаю вас». Я не хотел бы, чтобы Иисус пришел и сказал «Я не знаю тебя». Разве не именем Твоим мы изгоняли бесов, исцеляли больных? Во имя Твое мы все это делали. Отойдите от меня, делающие что? Беззаконие. Из-за умножения беззакония во многих охладеет что? Любовь, друзья. Люди становятся агрессивные. Сегодня множество бунтарей сидят в церквях. Почему? Потому что это тянется с их детства. И они не готовы с этим расстаться. Но они хотят получить помазание. И они говорят, что они слышат Бога. Единственное, что может Бог говорить бунтарям – покайся. Единственное, что Бог говорит, когда я бунтую – покайся. Потому что Бог не будет продолжать говорить что-то другое, если мы не покаемся. Вы со мной. Сегодня Бог хочет пробудить свою церковь. Пришло время, чтобы церковь проснулась. Сегодня, друзья, мы говорим, что почитаем Иисуса, но попираем своих пастыров. Сегодня жены говорят, что почитают Иисуса, но не уважают своих мужей. Сегодня дети говорят, что любят Иисуса, но плюют на своих родителей. Друзья, вначале не было так. Вы слышите меня или нет? Вначале не было так. Это все, что делает дьявол. Библия говорит, смиритесь перед Богом и противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Ты не можешь противостоять дьяволу с одной стороны, а с другой стороны не смиряться перед Богом. Ты открыт для атак дьявола, и помазание не защищает тебя, потому что ты не смиряешься перед Богом. О, раба Шанда! Я сегодня в сокрушении, потому что будет большая трагедия и беда, если мне некому будет передать. Если они будут продолжать вот так и спать, сидеть вот это вот так. Это большая беда. Сегодня беда есть в Церкви Христовой. Нет учеников. Сегодня много духовных коллег в Церкви Христа. Они говорят, что они знают Бога, но при этом они бунтуют против всякой власти. Бог говорит, я ищу человеков, я ищу людей, которые будут смиренны и сокрушены духом, которые трепещут пред словом моим, которые ставят слово мое превыше своего имени, потому что я поставил слово мое превыше всех моих имен, говорит Господь. Бог говорит, я ищу людей, для которых слово это более значимо, нежели золото, серебро. Слово, оно более значимо, чем все на свете. Но мы же бунтуем. Почему много разводов? Потому что люди не смиряются. Почему людей увольняют? Потому что люди не смиряются на работе. Почему проклятие приходит? Давайте прямо называть все своими именами. Дерек Принц сказал интересную вещь. Он говорит, не называй грех проблемой. Он говорит, несколько раз я так сделал, и Бог обличил меня. Грех это не проблема, и проблема не грех. Друзья, мы говорим, ну, ты не будешь благословен, если ты... Да если ты не благословляешь власти, ты будешь проклят. Я не хочу кого-то под проклятие ставить. Но знаете, что такое проклятие? Это когда во всем ты имеешь разочарование и нет успеха. Знаете, что такое благословение? Это когда во всем у тебя есть успех. Может быть, не твоим разумом и не твоими путями. Но когда ты имеешь успех определенный. И в этом нет особенной твоей силы и части. Ты просто послушен Господу. Это великая благодать, друзья. Почему Иисус Христос мог быть помазанным? О нем Петр говорит такую вещь. Разве вы не знаете об Иисусе из Назарета, которого Бог помазал духом и силою, и Он ходил и благотворил всем, которые были обладаемы дьяволом? Почему? Потому что филиппийцам 2 глава Павел говорит нам, что смирился до смерти и смерти на кресте, и Бог превознес его. Разве вы не видите жизнь Иисуса, что Он даже не противоречил Понтию Пилату? Почему? Потому что Иисус понимал, что такое власть. Вы разве не видите, когда к Иисусу пришел этот сотник и сказал, скажи только слово, ибо Я имею у себя там в подчинении людей. Иисус был удивлен, потому что человек понимал, что такое власть. Человек смирился, и вы знаете, что произошло? Иисусу не нужно было туда идти. Просто помазание, которое было на Иисусе, сработало в жизни этого человека. Сколько вы можете терпеть недостаток? Сколько вы можете соглашаться с проклятиями? Сколько вы можете принимать этого дьявола у себя в доме? И думать, что вы слышите Бога? Прекратите это делать. Все тайное становится явным, как плохое, так и хорошее, друзья. Бунт, 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 бунт. Бунт. Люди не могут войти в землю обитованную. Бунт. И, друзья, не говорите мне, что бунт только проявляется в нашем языке и в наших делах. Бунт. Он прежде всего в нашем сердце. Поэтому Библия говорит, сердце чистое, сотвори во мне, и дух правый, обнови во мне. Бунт приносит разочарование. Бунт приносит депрессию. Бунт приносит нам разрушение. Бунт приносит нам ад. Домой, друзья. Если в твоей душе ад, то значит ты бунтовал. Вот и все. Если в твоей душе всякое неустройство, непорядок, значит тебе нужно проверить свое сердце перед Богом. Сокрушайся перед Господом. Не ищи своей правоты. Не думай, что ты самый обиженный. Лучше вам оставаться обиженным, говорит апостол Павел, нежели. Вы понимаете, друзья? Ну давайте уже жить как христиане. Давайте уже жить по Писанию. Давайте перестанем жить этими лозунгами. У кого-то что-то происходит. Я хочу видеть, что у меня происходит. У тебя происходит. У нас происходит. Это должно происходить с тобой. Понимаешь? С тобой лично. Давайте откроем еще одно местописание. Вау. Колоссянам. Я говорю кому-то сегодня. 18 стих. Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно, мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом. И не держась головы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего, как живущие в мире, держитесь постановление, не прикасаясь, не вкушаяся, не дотраживаясь, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно, мудрием и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Понимаете, люди хотят показать что-то снаружи. Это большая проблема сегодня. А Бог говорит, я смотрю на сердце. Мне нужно, потому что если я не захвачу твое сердце, пламень не будет гореть в твоем сердце. Все, что снаружи, сгорит, потому что во дне откроется. Я хочу твое сердце, говорит Господь. Мне нужно твое сердце. Я жажду твое сердце. Я нуждаюсь в твоем сердце. Твое сердце от него источники жизни. Поэтому храни свое сердце и сгони всякий бунт из своего сердца. И храни свое сердце в истине и благости. Сохрани свое сердце в любви. Сохрани свое сердце в смирении. Сохрани свое сердце в послушании. Вместо того, чтобы принимать мысли от дьявола и начинать их говорить, начинать давать им силу через свои слова. Смирись перед Богом. Знаете, вот это плотское смиренно-мудрие никому не нужно. Только ты знаешь, о чем я сейчас говорю. Ты знаешь свое сердце. Ты знаешь, что у тебя в сердце. Иисус Христос, входя в служение, говорит, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. Почему? Потому что Он смирился. Потому что Он смирился, друзья. Потому что Иисус был смирен перед Богом Отцом. Он был смирен перед Марией. Он был смирен перед Иосифом. Он был смиренным человеком. Понимаете, друзья? Мы сегодня говорим, я смирен перед Богом, но не хотим смиряться перед людьми. Ложь! Ты лжец! Я хочу все называть своими именами. Лжец ты! Если ты не смиряешься, ты лжец. Потому что в определенный момент ты не будешь смиряться перед Богом. Ты забунтуешь против Бога. А Бог гордым что делает? А смиренным что? Давайте сейчас разберем пастырей по косточкам. В хорошем смысле этого слова. 1 Петра 5 глава. Начинаю с них. Я говорю сегодня о помазании. Я сегодня говорю предупреждающей. И уже говорю некоторое время предупреждение. Пастырей ваших умоляю. Это пишет апостол Петр. Которого Иисус оставил вместо себя. Кто помнит об этом? Сегодня есть преемственность в католической церкви, в православной церкви. Православная церковь говорит, что мы переняли от 12 апостолов все это. Католическая церковь говорит, Ватикан, что она Петр, что Папа Римский, он Петр. Это все передается как бы. Но это не так, друзья. На самом деле это не так. И сегодня многие харизматы идут на поклон к Папе Римскому. Интересно очень. И они превращают вот такую мою проповедь, что нам нужно смириться перед главой. Нам нужно... Это не та глава, друзья. Это не та церковь, перед которой нам нужно смиряться. Ну их миллионы там. Ничего страшного. Количество не решает качество. Понимаете? Вы знаете, у этих, как их это... Вот эти, которые организационные такие, как их... И свидетели Иеговы, секта. У них тоже тысячи тысяч последователей. Ну и чего? Что, они от Бога, что ли? Они тоже говорят, что они от Бога. Не, они не от Бога, друзья. Пастырей ваших умоляю. Я сопастырь и свидетель страданий христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Что должно открыться нам? Слава. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для грустной корости, но из усердия, друзья. Не для гнусной корости. Вот это то, что поглотило многие церкви сегодня. Люди пытаются обогатиться через проповедь Евангелия. Павел говорит, мы не повреждаем Слово Божьего, но проповедуем, как оно есть. На иврите написано, мы не делаем из него сахар. Как это? Сахар. Не торгуем Словом Божьим. Это серьезно очень. Друзья. Потому что Бог печется о своей церкви, и Бог печется о своих пастырях. Аминь. Не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыря начальник, вы получите неувидающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божьей, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Трезвитесь. Это важное слово. Бодрствуйте. Потому что противник ваш, дьявол. Вот смотрите сюда, смотрите. Я хочу вам сказать одну вещь. Вашим трагедиям, вашему несмирению, вашим бунтам никто не виноват. Это тянется с детства. Мы, многие выросли в бывшем Советском Союзе. Там было бунтарское мышление. Понимаете? Потому что хотели насильственно смирить народ. Взяли все принципы Библии, но убрали Бога. Это не работает без Бога. Это разрушится. Это как баллон, который надувается, а потом лопается, друзья. Вы со мной или нет? Многие из нас выросли. Сегодня культура Израиля наполнена, преисполнена бунтом. И мы это можем видеть иной раз, к сожалению, в наших детях. Когда они в школе, они приходят и ведут себя определенно, потому что они наполняются этим бунтом. Поэтому нам нужно показать им личный пример послушания, примирения, смирения перед Богом. Мы должны покрывать их кровью Иисуса, молиться за них, провозглашать Слово на них. Но при этом должны показать, мы, пастыря, должны вам показать личный пример хождения с Богом. И я стараюсь это делать. Если кого-то я не так как-то где-то повел себя, простите меня. Я сокрушаюсь перед Богом и прошу прощения у вас. Но и вам младше. Младшие это не по возрасту младшие. Младшие это люди, которые находятся под пастырским помазанием или которые находятся под пастырским ведением, за которых отвечает пастырь. Ну и вы, младшие, повинуйтесь наставникам, пастырям вашим. Так написано. Вы не можете получить прорыв духовный, если вы не послушаетесь. Если у вас нет сердца Елисея, вы не будете иметь двойное помазание. Вы даже не будете иметь... Вы можете находиться под помазанием, пока вы в церкви. Многие люди, они находятся в церкви, они находятся под помазанием церкви. Но в определенное время, если они не смиряются, их выбивает. И неважно в какой церкви, в этой или в другой церкви, я говорю ко всем церквям сегодня. Когда мне люди пишут и говорят, мы хотим отправить вам свою десятину, я пишу им и говорю, я говорю своему секретарю, пиши и говори, десятина принадлежит по местной церкви Божьей. Если они хотят сделать какое-то пожертвование и взнос, добро пожаловать. Но десятина их принадлежит в том месте, в Германии они должны ходить в поместную церковь и приносить свои десятины. Они должны служить Господу, служить братьям и сестрам. И там процветать, и там подниматься. И когда мы вместе собираемся, мы можем вместе служить Господу. Понимаете, о чем я говорю? Это серьезные вещи, друзья. Потому что наше дело не обогащаться за счет других людей. Наше дело научить. Пастыря должны научить и снарядить людей. Но если люди несмирены, невозможно их научить и снарядить. Потому что, слушайте сюда, я говорил это много лет, Божье помазание, оно свято. Помазание Божие. Посмотрите, Бог святой. И все, что Он дает, Слово Его свято, Дух Его, Дух святой. Его масло, которое разрушает Ерму, оно свято. Не думайте, что Бог будет вам давать тратить свое масло понапрасну. Есть определенные цели. Помазание приходит на определенные цели. И оно приходит на смиренное сердце. На сердце сокрушенное перед Богом. Давайте откроем Якова, 4 главу. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете. Смотрите, что это такое. Нет помазания. Желаете и не имеете. Я вам скажу, помазание это ключ к успешной жизни. Желаете и не имеете. Желаете и не имеете. Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете. И не можете достигнуть, припираетесь и враждуете. И не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете. Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром? Сейчас я объясню. Есть вражда против Бога. И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Слушайте. Апостол Павел говорит, что мы посланники Царства Божьего. Библия говорит, что мы в этом мире, но мы не с мира сего. Кто помнит об этом? И слушайте сюда. Если вы пытаетесь жить, будучи верующим человеком, по принципам и системе этого мира, все, что в мире, похоть плати, похоть очей, гордость житейская, то вы не имеете помазания. Потому что мотивы сердца неправедны. Потому что Бог возвышает праведность и разрушает, что Он разрушает? Всякое зло. Он разрушает всякое зло. Если бы Бог возвышал зло и разрушал праведность, было бы горе нам, праведникам. Слушайте, друзья, мы стали праведниками, но нужно обновить свой разум. Мы не можем, будучи праведниками, жить вот этой злой системой мира. В этом мире бунт, потому что главный бунтарь правит этим миром. Это сатана. Сатана, он был херувимом помазанным. Вау! Он был помазанным херувимом. Илель бен шахар. Он отвечал за прославление Богу. Он вел там прославление и, наверное, всех этих прославителей вывел. Очень часто дьявол атакует прославителей. Мы часто говорим об этом суре. Мы говорим, рассуждаем с ним об этом. Потому что они на передовой, нам нужно молиться за них, покрывать их кровью Иисуса. Потому что иной раз приходит гордость, потому что они стоят на сцене и могут хорошо петь или хорошо играть, и кто-то начинает ими восхищаться. Друзья, послушайте внимательно. Главный бунтарь, самый первый бунтарь, сатана, дьявол, Люцифер, он владычествует над системой этого мира. Он говорит, вот идет князь мира сего, и во мне ничего не имеет. Сказал Христос. Встаньте, пойдем отсюда. Помните, в Иоанна написано. Слушайте, если вы, будучи праведными, хотите иметь помазание, помните, что дьявол был осеняющим, помазанным херувимом. Он осенял. То есть, что это такое осенять? Через него приходило помазание. Это очень серьезно. Но он забунтовал против власти Бога. И что произошло, друзья? Он лишился помазания. Когда он лишился помазания, он был свергнут, потому что там все помазано Святым Духом. И точно так же в церкви все должно быть помазано Святым Духом. Когда в церкви люди начинают бунтовать и не каяться, они, как в то время в пустыне, они свергнуты. Открывается земля и поглощает их. И может быть, это не происходит физически, но духовно я знаю, что это происходит. Друзья, он говорит, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Если ты хочешь дружить с этим миром, то определись, определись, какой системой ты вводи. Здесь действует система Царства Божьего. Точка. До ревности любит Дух, живущий в нас. Но тем большую дает благодать. Это очень важные слова. Кто хочет большую благодать? Кто хочет двойное помазание? Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу и убежит от вас. Вы проходите искушение не более, нежели человеческое. Не послушаться родителям. Жены не послушаются мужьям. Мужья не любят жен. Хаваль. Жалко. Сегодня нету людей, которые, ну, нету всех семей, нету люди, которые должны это услышать, так же, то, что я говорю. Есть власть, которая от Бога. Премьер-министр, мы можем быть согласны, не согласны с его какими-то вещами. Ну, вот, Беньямин Натаняу. Он от Бога. КНС от Бога. Они дают нам определенные законы, и мы должны послушаться. Единственное, когда мы не послушаемся, когда нам заставляют насильственно нас не верить в Иисуса Христа и в Библию, и когда заставляют нас грешить и принимать принципы системы этого царства. Вы понимаете, о чем я говорю? Гомосексуализм и все остальное. Мы не можем этого принять. Мы не можем принять чипы, мы не можем принять того и другого. Понимаете? Потому что в нашей Библии это написано. Но, доколе это не ущемляет права наши как верующих, мы должны послушаться. На работе мы должны послушаться начальникам, потому что от них зависит наша зарплата. Мы не пришли туда, чтобы учить начальников. Мы можем помочь нашим начальникам, если будем делать это смиренно-мудренно. Но учить начальников никто не дал власти. Жены, перестаньте учить своих мужей, потому что вы их уже достали, и они не могут быть мужьями. Понимаете? Вы надоели уже со своими учениями. Муж призван учить жену, а не жена мужа. Жена, написано, должна быть покорна своему мужу, как и церковь Христу. Ой, жены, услышьте меня, если вы хотите получить помазание Святого Духа. Настоящее, неподдельное помазание, которое сегодня ты чувствуешь, а завтра ты не чувствуешь. Помазание, которое приходит от Духа Святого, если правильное сердце и правильные мотивы, оно возрастает, и ты начинаешь видеть благословение в своей жизни и в жизни окружающих тебя. Я хочу сказать вам, то, что происходит с Юлей, в этом есть часть этой церкви. Сегодня Галина сказала, что Бог благословляет их, Ира сказала, что Бог благословляет их, другие говорят, что Бог благословляет их. Знаете почему? Потому что они смиряются перед пасторем, они смиряются перед церковью, потому что они понимают, что такое власти и начальство, потому что они принимают помазание церкви, и Бог благословит их еще больше есть некоторые люди которые находятся в этой церкви завидуют начни учиться ходить в своем это очень важно твое от тебя никто не заберет если ты не отдашь как он говорит храни что имеешь держи что имеешь чтобы кто не восхитил венца твоего это серьезные вещи друзья я хочу заканчивать и сказать вам такую вещь библия говорит сокрушайтесь плачьте смиряйтесь сейчас не время друзья лозунгов сейчас время глубокого сокрушения и смирения перед богом сейчас время глубокого послушания время не искать своей правоты я прав да ты не прав и я не прав прав только бог нужно пройти пройти путь жизнь прожить это не поле перейти как говорят да у нас жизнь прожить это прожить целый путь друзья это очень серьезно бог видит сокровенные тайны бог смотрит на сердце библия утверждает что в одиннадцатой главе 6 стихеи евреям что бог говорит апостол павел я верю он написал как то как он говорит там что богу угождаем верой не надо мне говорить что у тебя есть вера если ее нет вера это глубокое состояние сокрушения вот что такое вера вера который приходит от господа это состояние сокрушения это зависимость от бога понимаете это глубокая глубочайшая зависимость от иисуса это зависимость от святого духа это зависимость от братьев и сестер мы не одиночки если бог говорит кому-то что-то пришла сестра лена и говорит бог мне говорит бог он будет обязательно говорить пастырем он будет обязательно говорить братьям и сестрам потому что в церкви есть пророки божьи в церкви есть апостолы в церкви есть люди свидетели служителя ну друзья хватит уже в детский сад играть это церковь живого бога собрание святых это церковь понимаете вы не говорит ничего бог вам там вот говорит какие-то вещи делать то что касается таких серьезных вещей и он не предупреждает пастыря он не прибудут убреждают приближенных тебе братьев и сестер если мне говорит бог я советую с лидерами и говорю бог мне сказал так и так и ищу подтверждение то кольми пачи вы все должны искать подтверждение аминь поймите о чем я изливаю вам свое сердце я хочу чтобы вы были успешны перестаньте друзья жить лозунгами все это скоро уже это будет не работать все сколько раз бог вас спас от пасти дьявола сколько раз вы были в разрушительном состоянии вы приходили в эту церковь я говорю сейчас к нашим членам общины и бог поднимал вас здесь сколько раз бог говорил вам через братьев и сестер сколько раз бог миловал говорил вам и через телевизоры и через компьютер но приходит вглубь вот серьезное 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 помазание на эту церковь когда бог будет сокрушать и разрушать все твердыни и систему сатаны внутри нас когда бог ищет именно в этот год он сказал что это будет год величия для нашей церкви и вы скажите мы видим это мы это видим то что мы сегодня слышали это возвеличивание от господа и сеял исаак в той земле и во сто крат пожал так благословил его господь бог его это год величие для этой церкви но величие не приходит через лозунги величие приходит через глубокое сокрушение величие приходит через вот это глубокое осознание своей греховности и праведности христа величие приходит через глубочайшее смирение иосиф прошел глубокое потрясающее которое потрясало его сокрушение мы хотим иметь помазание но мы хотим быть на высоте не может быть такого чтобы иметь помазание братья и сестры нужно пройти долину плача чтобы иметь помазание это не принести свои десятины пожертвования чтобы иметь помазание нам нужно быть в глубоком смирении перед иисусом понимаете